Миндерический горилла, Александр, назовите топ-3 самых интересных религий на ваш взгляд. Я, к сожалению, не религиовед, я знаю не очень большое количество религий. Из индийских мне нравится джайнизм. Джайнизм хорош, из всех индийских религий. О, джайнизм интересен. Давайте по Китаю тогда пойдем. В Китае самая интересная религия какая? Ну, блин, да, сизм, наверное. Да, сизм, только какое из направлений, опять же, понимаете? Джайнизм и несколько направлений, ну, их можно на два разделить, диганбары и швитамбары. У них раскол, у них тоже расколов несколько было, как и у нас, представляете, как у православных, как у христиан в смысле. И у православных тоже были расколы, ну, куча расколов везде. Такое происходит. У джайнов клевая физика, непосредственно. Они уже давно предполагали, что существуют некоторые неделимые атомы, и у них клевая физика с точки зрения разбора пространства. Ну, я уже рассказывал, что они пространство, некоторые из, в общем-то, джайнов, не все, разделяют пространство на такие вот ячейки, которые имеют минимальный размер. И в этот минимальный размер помещается самая минимальная вещь, которая может существовать во Вселенной, то есть атом. Вот тот джайнский атом непосредственно, у них свой атом, как бы. Не нужно понимать этот атом вот в прямом самом смысле. Вот такой атом, да, у них тоже есть своеобразный. У джайнов вообще много интересных фишек. Ну, например, у них карма, знаете, что такое? Это такая черная материя, которая налипает на человека, и вот так, да. Очищение, то есть, происходит практически в прямом смысле, это почти что материальная такая вещь. За ваши плохие деяния у вас вокруг такой черный рой кармы скапливается. В других учениях, течениях это по-другому обычно воспринимается. Так, теперь из китайских даосизм, ну, там не знаю, какой взять лучше. Несколько тоже школ, ну, школа семи небесных наставников пусть будет. Ну, там все-таки семь небесных наставников, это уже уже клево, да, правильно? Хорошо, это уже интересно. Из интересных религий, понимаете, я просто по Индии и Китаю больше специализируюсь. Аврамические религии мне с точки зрения интереса, такой интересности, вряд ли могут быть восприняты, потому что они для меня более такие вот привычные. А что еще можно придумать? Ну, здраастризм, ну, такое, такое, добро, зло, тьма, свет, ух, что бы там еще. Третья, 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 третья религия. А давайте какое-то направление буддизма, может быть, назовем, китайское. Вот, да, 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 допустим, та школа, Тянтай называется, Тянтай, школа буддизма, в которой, в общем-то, постулируется, что существует три тысячи миров. Три тысячи миров, у меня даже стихотворение есть по этой теме, пусть будет так, пусть будет вот такие три религиозных, околорелигиозных, там, направления, так или иначе, пусть будет так. Ну, просто у меня еще Тянтай и Хуаянь, понимаете, это такие две буддийские, два буддийских направления, которые очень интересны. Я даже не знаю, давайте четвертый Хуаянь, еще тоже буддийская школа, Хуаянь, там, в общем, алмазная цепь, алмазная цепь Индры, алмазная цепь Индры там представлена, то есть у каждой, там, в общем, на пересечении цепи, большой цепи, такая цепочка, сеть, сеть вот этих всего вот, и на пересечениях находятся алмазы. И в каждом алмазе отражаются все прочие алмазы одновременно, такая бесконечность внутри бесконечности, огромные такие фракталы буддийские, очень интересно.